Решающая неделя для Великобритании. Лондон и Брюссель пытаются сдвинуть с мертвой точки переговоры по Брекзиту. Несмотря на позитивные прогнозы, добиться успеха сегодня не удалось, но прогресс очевиден. Кому пришлось уступить и какие еще проблемы остаются неразрешенными, Светлана Чернецкая из британской столицы. Переговоры по Брекзиту продолжались всю ночь. И для Лондона, и для Брюсселя это переломный момент. Ведь если компромисса достичь не удастся, переговоры можно считать провальными. И похоже, точки соприкосновения все же нашли. Британия пошла на уступки в двух вопросах. Во-первых, увеличила сумму отступных до 50 миллиардов евро. Во-вторых, гарантировала права граждан ЕС, проживающих в стране. Но самые ожесточенные дебаты вызывает третий вопрос. Граница между Северной Ирландией и Ирландией. Сейчас ее нет. Страны объединяет европейский закон. Но все может измениться после Брексита. Когда Ирландия останется в ЕС, а Северная Ирландия, как часть Великобритании, покинет Союз. Британский премьер Тереза Мэй сегодня в столице ЕС. Для встречи с ней президент Европейского совета Дональд Туск даже отменил запланированную на эту неделю поездку в Израиль. Также Мэй отобедала с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Это финальная встреча. И ее главным результатом должно быть решение о готовности перейти ко второму этапу переговоров – торговому соглашению. Несмотря на все наши усилия и значительный прогресс, достигнутый за последние дни по трем ключевым вопросам, мы не смогли достичь полного соглашения. По некоторым вопросам у нас все еще остаются разногласия, требующие дальнейших переговоров. Но я уверена в позитивном исходе. Ну а пока правительство проявляет чудеса уступчивости в Брюсселе, в Лондоне плетется заговор. Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил, делает все для отмены Брексита. Мол, британцев жестоко обманывали перед референдумом, обещая лучшую жизнь вне ЕС. Блэр уверен, стране необходим второй референдум по выходу из ЕС. Особенно сейчас, когда люди видят, чем может обернуться Брексит. Лейборист Тони Блэр продержался три срока в кабинете на Даунин-стрит-10. И сейчас задействовал все рычаги, чтобы не допустить развода с Брюсселем. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер».